В будущем временные экспозиции Летной гавани, являющиеся частью Морского музея, станут размещаться в отдельном здании. Но для этого требуются немалые инвестиции, поэтому пока не располагаются в одном ангале с постоянной выставкой. Сейчас в Летной гавани проходит неделя известного норвежского путешественника и ученого Тура Хейердала. Его научные теории об общении древних цивилизаций порой казались спорными, но для их доказательства использовал свой опыт. Так, если он считал, что юнки на своих судах достигали остров Ильвензии, то сам построил под древним рисунком схожий плод и проделал это путешествие. Сейчас к антике можно увидеть музей Восла. Подобный авантюрный подход неудивителен. Вместе с женой они прошли курсы выживания в тропиках. Год прожили на необитаемом острове. Во время Второй мировой войны Хейердал прошел в Британию специальное обучение и вошел в состав диверсионной группы. Сопровождал конвой в Мурманск. В Советском Союзе Хейердал стал необычайно популярным благодаря книгам и тому, что состав его команды на экспедициях лодок Ра, Ра-2 и Тигрис попал врач, а затем и популярный телеведущий программы «Вокруг света» Юрий Сенкевич. Кульминацией недели станет показ фильма «Контики» 2012 года. Просмотр пройдет в отличающем концепции музея оригинальном формате. Форма есть. Показы полнометражных художественных фильмов, которые напрямую связаны с морем, с морской историей. Называется это у нас «Подводное кино», потому что это у нас как раз показывается вот здесь на фоне наших аквариумов, на фоне чертежей подводной лодки «Лембит». У нас стоит 4 евро, так что приходите. Единственное, что у нас еще такой плюс как бы есть, что всегда можно взять с собой удобную подушку или раскладушку, или на чем удобнее сидеть, потому что кино у нас проходит прямо здесь в экспозиции, и еще всегда можно будет перекусить, то есть делаются такие перерывы, и можно будет в общем спокойно здесь в такой обстановке. Попкорн не предлагаем. Чтобы обеспечить нужное качество, каждый зритель получит индивидуальные наушники. А в воскресенье пройдут мастер-классы, на которых дети смогут сами изготовить плавающие копии знаменитого «Контики». Каждый день можно увидеть и самый первый снятый самим Хейгл фильм про экспедицию. Однако самой грандиозной экспозицией станет выставка, посвященная «Титанику». Будут воссозданы интерьеры трансатлантического лайнера. Скоро приедут американские специалисты, в сотрудничестве с которыми не стала возможна реализация проекта. Она откроется в середине ноября, и ее стоимость измеряется десятками тысяч евро. В мире есть несколько подобных временных экспозиций, но эстонская станет самой большой, и на ней будет представлено 150 подлинных предметов, поднятых с океанского дна. Выставка разбестится на площади 800 квадратных метров. Для сравнения, это вся площадь, которую Московский музей занимает в башне Торстая Маргарита. Организаторы рассчитывают, что выставку посетят 90 тысяч человек. Сотрудники музея готовят экскурсии для разного возраста, морские форумы, специальный фестиваль кино и музыки того периода.